На этой фотографии Геннадию Михайловичу 20 лет. Самый рассвет юности, который парень провел на полях сражений, мужественно защищая свою родину. Он был призван на войну 17-летним подростком в ноябре 1943. Именно тогда попал под Ташкент, где и начал обучаться мастерству радиста. А уже в мае 44-го его направили в 109-й полк связи 1-го Белорусского фронта. С тех пор совсем юный солдат участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии и в разгроме фашистов Германии. Буквально недалеко находились от Берлина и вдруг разведка доложила, что в лесу слева от нас наступление большое сосредоточение немецких войск. И тут некоторые части повернули налево и передали на 1-й Украинский фронт. И они оттуда, и мы так окружили 190 тысяч немцев. Главная задача, которая стояла перед ним, обеспечить командование бесперебойной и надежной связью. Зачастую военные задачи необходимо было выполнять под шквальным огнем врага, но связисту бесстрашно нес свою службу. Великая Отечественная для Геннадия Михайловича закончилась под Бранденбургом. Уже ночью, как связисты, нам сказали, все, подписан договор или не договор, капитуляции немцы и так далее. Уже 9-го нас построили полк и объявили официально, что Германия капитулировала. Война закончилась, но мы были рады, что выполнили задачу по ее уничтожению. Уже после войны в 1949 году Геннадий Ковалев окончил Львовское военно-политическое училище, затем военно-политическую академию имени Ленина. До увольнения из армии в 1974 служил в ракетных войсках стратегического назначения. Сейчас Геннадию Михайловичу 96 лет. На его груди множество боевых орденов, а в памяти военных воспоминаний. Но самое главное в его сердце – это любовь к своей родине. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому ! Продолжение следует...